Начнем с любопытной темы из Германии. Там хотят сократить так называемые почетные пенсии бывших канцлеров и федеральных президентов. Их содержание за счет налогоплательщиков раскритиковала Федеральная счетная палата ФРГ. Возможности бывших руководителей нанимать себе личных помощников за госсчет, кстати, тоже собираются серьезно ограничить. Коллеги, ну давайте, прежде чем мы с вами перейдем к сути этого обсуждения, такая небольшая заметка на полях о вопросах языкознания. Как я выяснил в публикациях об этом самом обсуждении, в Германии, в немецких газетах встречается такая формулировка, как «золотой нос». Айна Гольдена, Наза. Или Голдена. Гольдена, все правильно. Да, я очень давно. Все нормально. Я контролирую. Это было мое упражнение с немецким языком. В общем, именно этого «золотого носа», «золотой нос» хотят лишить бывших канцлеров. Мы сначала тут подумали, может, не знаю, о трудности перевода, но оказалось нет. Действительно, такое существует идиоматическое выражение в немецком языке. И можно подумать, что это примерно то же, что в русском в последние годы появилась такая идиома «золотой парашют». Но это ложный друг переводчика тебе. Да. В Германии под «золотым носом», не только в Германии, а вообще в германоязычных странах, подразумевается некое благосостояние. Ну, немаленькое, само собой. Почему именно «нос золотой»? Поэтому есть разные объяснения. Например, Борис Акунин рассказывает такую историю. Это понятие якобы идет еще со времен существования Византии. Там якобы одному из басилевцев, мятежники, отрезали нос и язык. И тогда вместо «носа» император не нашел ничего лучше, как носить золотой футляр. Я просто представил, как это выглядит. Мне кажется, это весьма экстравагантно. Так что смотрите, сколько открытий, как исторических, так и лингвистических, вот эта любопытная история готовит. Но не в этом дело. Да, Катя. Да, но давайте поговорим о сути. Вообще-то, конечно, золотой нос у бывших федеральных канцлеров в Германии совсем немаленький. То есть он такой почти грузинский. Я прошу прощения, как грузинка имею право. Немного ксенофобии. Как выяснилось, я, в общем-то, удивлена, потому что где-где, а в Европе не принято тратить уже очень большие деньги на своих политиков. Например, ежемесячный доход той же Ангелы Меркель составляет 20 тысяч евро в месяц. Правда, с учетом надбавок там выходит, ну, чуть больше, суммарно около 300 тысяч в год. В принципе, это неплохо, конечно. Это достойная зарплата. Но смотрите, что выясняется. Герхард Шрёдер, который уже много-много лет как не канцлер, и, по мнению многих, вообще очень мало вкладывает в развитие Германии, и сложно его назвать человеком, работающего в интересах Германии, он потратил в 2017 году 560 тысяч евро, и это только, заметим, на оплату своих сотрудников. То есть бывшему канцлеру полагается целый штат помощников, которые обходятся немецким налогоплательщикам вот в такую немалую сумму. Впрочем, должна сказать, что американские президенты обходятся здесь гражданам США тоже, в общем, недешево. Дело, конечно, не в пенсиях, они как раз небольшие, а во всякого рода привилегиях. Ну, например, бывших президентов и их семьи охраняет секретная служба. Вот так повелось. Понятно, что это дорогое удовольствие. Во-вторых, им оплачивают рабочие помещения. И тут пример я хочу привести скромного по факту президента предыдущего, 44-го. Барак Обама в 2018 году запросил на помещения, на вот все эти сопутствующие удовольствия, 536 тысяч долларов. А в целом запросы в том же году Обамы, Клинтона и Буша-младшего суммарно превысили миллион долларов США на каждого. Сюда входят еще и разного рода путешествия, поездки, мероприятия и прочие представительские расходы. И, в общем, неплохо живут бывшие лидеры, что и говорить. Ну, мне кажется, Катя и Андрей, здесь важно, когда мы говорим про Германию, обратить внимание на один политический или, наверное, правильнее сказать, околополитический момент, из-за которого, как я понимаю, именно сейчас готовят эту реформу и обсуждают возможные изменения в выплатах. Ну и не только в выплатах, в том числе, как я уже говорила, в урезании штатов вот этих вот личных помощников. Дело в том, что многие депутаты очень уж подозрительно относятся к уже упомянутому Кате и Герхарду Шрёдеру. Он ведь фактически является главным лоббистом России в Германии. Вот, Катя, ты говоришь, что есть вопрос, да, насколько много делает Шрёдер для Германии, но вот насколько много он делает для России, я думаю, тут даже обсуждать не надо. Во всем случае, если мы говорим про экономику, тут понятно, во-первых, он возглавляет Совет директоров Роснефти, ну или не во-первых, просто как один из пунктов. Еще он входит в руководство Нордстрима, это оператор того самого Северного потока, про который мы прекрасно знаем. И, собственно, именно Шрёдер во многом и продавил строительство Северного потока. Конечно, за это ему неплохо платят. Например, зарплата главы Совета директоров Роснефти, это, если я не ошибаюсь, где-то полмиллиона долларов в год. От нее отказался Шрёдер, да, но вообще сама сумма, она, мне кажется, впечатляет. И за Северный поток, за участие в этом проекте... Впечатляет отказ от этой суммы. Ну, впечатляет и отказ, конечно, но если мы к другим цифрам обратимся, я сейчас как раз хотела бы про общие его доходы по статистике рассказать. Я думаю, что, в принципе, будет понятно, почему он отказался. За Северный поток деньги получает, думаю, нормальную сумму. И пресса не раз называла ведь Шрёдера самым высокооплачиваемым политиком мира. Говорили, что его состояние, вот те самые цифры, это около 200 миллионов долларов. И каждый год он зарабатывает еще как минимум по 40. Ну, я не удивлена, что он отказался, в общем-то, от каких-то копеек, сколько там, полмиллиона всего лишь. Ну, копеечка лишняя не будет, Даша. Не будет, но, наверное, были какие-то причины. Мелочи, все это мелочи, друзья. Наверное, были какие-то причины, и на фоне вот этих всех цифр возникает, конечно, логичный вопрос. Почему государство вдруг должно оплачивать еще каких-то секретар Шрёдеру или там водителя, кого угодно? Слушайте, ну, конечно, я не знаю, Шрёдер у вас сразу плохой, потому что сотрудничать с Россией... Я говорю, что плохой, я говорю, что он нормально зарабатывает. Ну, самая сильная личность. Я, конечно, согласен, что личность вызывает вопросы. Он просто в чьих интересах работает, Андрей, в этом вопрос, почему Германия должна оплачивать. Но, так или иначе, а вот, Катя, то, что Билл Клинтон, который на своих речах, концертах, корпоративах, университетских выступлениях заработал десятки миллионов долларов вместе с женой, это никого не волнует. Или тот же 44-й, упомянутый тобой Барак Обама. Знаете, что его состояние выросло в 30 раз по сравнению с теми временами, когда он только заехал в Белый дом? По больному бьешь. Ну, что делать? Само собой, понятно, он не взятки брал, но после этой всей истории, после президентства он выгодно реализовал свои мемуары. Мишель Обама тоже вроде как на книгоиздании неплохо заработала. Его речи, его выступления также пользуются популярностью. Ну, или, точнее, за них готовы платить всякие спонсоры демократической партии, заинтересованные в этом люди. И ничего, несмотря на это, как, собственно, сказала Катя, он не стесняется оплачивать собственные расходы из государственного бюджета. И, в общем, никто в этом ничего не видит. Слушайте, я, коллега, должна тут сказать очень важную вещь про то, почему американские политики впоследствии, после уже работы на высоких должностях, зарабатывают эти деньги. Смотрите, мне кажется, что тут есть две стороны о медали, как часто бывает. Во-первых, с одной стороны, это очень классно, что как государственный служащий ты подписываешься на низкую зарплату, да, относительно низкую. По-моему, там в районе 200 тысяч долларов зарабатывает президент, точнее, президент зарабатывает 400 тысяч долларов в год. И, кстати, Трамп деньги отдает, мы говорили об этом на всякие разные там важные для него истории, он отдает там ведомствам, министерствам. Тот недавно выписал 100 тысяч долларов на нужды Министерства внутренней безопасности, потому что такой популистский, но вполне себе оправдан хороший жест. Но, о чем я говорю, если ты приходишь на государственную должность в Америке, ты получаешь относительно маленькие деньги. И ты, зная, что сменяемость власти существует, после твоей работы в правительстве ты дальше будешь зарабатывать, ты свое имя будешь продавать. А что в этом, собственно, плохого, да, скажет кто-то? Потому что, в отличие от некоторых стран, не буду показывать пальцем, здесь, в Соединенных Штатах Америки, люди зарабатывают не сидя на должностях, а уже после, когда являются частными гражданами, когда являются людьми, которых интересно послушать тем или иным студентам, я не знаю, там, лоббистам, политикам, опять же, да, когда они получают заслуженные часто деньги, как, например, Обама, ровно потому, что заработали узнаваемость. И это очень круто, потому что они живут в мире, где их срок обязательно закончится, и после этого уже можно будет заниматься своим благосостоянием. Что в этом, как бы, что в этом незаконного, да, с одной стороны? Катя, ну, прекрасно, их срок закончился, так почему же бюджет должен продолжать платить, продолжать и содержать? Тем более, если они могут заработать на имени, правильно? Нет, про бюджет, про бюджет, про бюджет это другая история, совершенно верно, Андрей, бюджет, который дает им деньги, да, там, это другая немного тема. Я отвечаю сейчас на твое замечание, Андрей, о том, что книжка, там, Мишель продается за бешеные деньги, и Барак Обама или Билл Клинтон дают лекции, зарабатывают. Это законное право тех людей, которые имя свое используют в своих личных интересах абсолютно так, как это сделал бы любой в стране победившего капитализма. С другой стороны, да, тема всякого рода привилегий, которые бюрократы выдают друг другу, она популярна в последнее время в Америке и в Европе, естественно, да, потому что действительно чиновники не только президент, но и другие, да, они научились неплохо зарабатывать на своих должностях после окончания карьеры, при этом еще и получая пенсии и компенсации от государства. В этом смысле, да, Андрей, я согласна, что есть вопросы. Очень многие политики и сотрудники американской администрации, поработав на правительство, идут лоббистами или топ-менеджерами в ту самую сферу, которую они курировали. Вот это, честно сказать, у многих вызывает недоумение, ведь получается, что бизнес вознаграждает за что-то чиновников. А за что? За то, что они когда-то, будучи у власти, правильно обслуживали их интересы. И, конечно, все вспоминают, что так было не всегда, и первые американские президенты на себя как раз почти ничего не тратили. Томас Джефферсон, например, когда перестал быть президентом и перестал получать президентскую зарплату, а пенсии тогда, ясное дело, не было. Так вот, он вынужден был продать свою библиотеку, и, кстати, она стала одной из отправных точек создания впоследствии библиотеки Американского Конгресса. Впрочем, тут надо, опять же, заметить, друзья, что президенты тех времен были плантаторами, аристократами, людьми очень небедными. В отличие от тех, кто приходит к власти сейчас, я тут, разумеется, не имею в виду 45-го главу Американского государства. Так что давайте как бы разделять, да, есть вопросы, но и тот факт, что они зарабатывают на имени, это нормально. Ну, я только добавлю, что действительно, я согласна с Андреем, вот именно в претензии насчет капитала. Если ты получаешь капитал рейтинга, репутации в качестве руководителя, и потом можешь на этом капитале зарабатывать, с помощью выступлений, лекций, всего что угодно, я даже не про лоббизм говорю, я говорю про что-то относительно честное. Странно, что ты при этом еще от государства что-то получаешь, какие-то выплаты, пенсии, дополнительные пособия, как угодно это можно называть. Но, в принципе, понять можно, мне кажется, что если сумма небольшая, это скорее как такой из нас дань уважения. А как же заслуги предотечтые все-таки? Да, да, я про это и говорю, я про это и говорю, что это какая-то такая почетная выплата. Кать, ну это какой-то елбасы уже получается, но серьезно, но это какой-то действительно атавизм в моем понимании. Боже, нашел с чем сравнить. Ну да, мне кажется, что я поняла, как Вашингтон вдруг становится бараком. Ну, я думаю, не дойдет до этого, но все. Если сумма небольшая, вот как мне кажется, то вполне себе можно это принять как просто такое спасибо за службу. Почему нет?